Кончается четверг И девушки, бегущие с работы По лужам торопливо все меня Промокший двор, и в нем промокший кто-то Немножечко похожи на меня О, как легко и необыкновенно Та женщина, что скромный свой уют Несет в химчистку в сумке здоровенной Немножечко похожей на твою А из-за облаков сквозь дождик мелкий Глядит на двор в подсорную трубу Бортинженер, летающий тарелки Немножечко похожий на судьбу Кончается четверг и дождик мелок И трудно разглядеть в промозглой мгле Чего-то, что на небо улетело И то, чего осталось на земле И две фигуры посреди стихии Друг с друга не спускающие глаз Промокшие, слепые и глухие Такие, не похожие на нас Счастливые, слепые и глухие Такие, не похожие на нас Спасибо Ну и хорошо ли все слышно? Хорошо ли слышно голос? Все слышно хорошо? Ура! Продолжаем Так вот, я не закончил мысль свою неглубокую Если вам вдруг в голову придет что-то То, пожалуйста, сейчас самое время для того, чтобы сообщить мне Что бы вы хотели услышать? Потому что Потому что вот Начало первого отделения Это время для заказов Обязательно будет Дворник не Без него не обойдется Со второго отделения, конечно же Метрополитен Попробую Для этого надо будет Это смертельный трюк Но можно попробовать исполнить Хорошо Приходи ко мне, Глафира Увы, я не пою Стараюсь не петь те песни Которые от исполнения в одиночку проиграют Поскольку эта песня А принадлежит перу Георгия Васильева И Б была написана специально для двух глоток Одна из которых обязательно должна быть Георгий Леонардович винина Поэтому она не получается Так же, как и еще некоторые песни Которые я с удовольствием Но я про них еще расскажу Нет, без Георгия Леонардовича Его просто даже как-то не очень прилично петь Мне кажется Но зато есть некоторые песни Которые я с удовольствием пою один И которые остались в репертуаре С незапамятных времен Трудно представить себе Что лохматый, бородатый студент В 1979 году В 1978 году Сколько это получается? 45 лет на? 45 лет на? О, господи О, господи Я сейчас тут недавно вспомнил Сколько лет я изучаю английский язык Пошел 60-й Ужас Ужас И хоть бы я что-нибудь понимал Что они говорят Когда они быстро А когда они по телефону начинают говорить Это просто ад Ну, меня тут немножко успокоили Они говорят, что половина людей Которые Мне знающие лидеры сказали Половина людей Которые работают в службах Этих самых абонентских службах Кастомер сервис Они говорят по-английски Примерно так же, как и ты Поэтому не пугайся Если ты ничего не понимаешь Кастомер сервис Здесь очень просто Тебя не понимают Ты не понимаешь В конце концов Вы приходите к какому-то Общему знаменателю Так здесь все устроено Судя по всему Мы не нули К сожалению Это только вместе с Георгием Хорошо Дискографию нет Не получится Давайте я лучше спою Хорошо Я постарался заполнить Запомнить Очень много заказов Но ничто не сравнится С пожеланием Которое я услышал Лет 8 назад Здесь же в Америке Где-то в Сан-Франциско Был вообще домашний концерт Человек 40 Я говорю Есть какие-то предложения Соображения, пожелания Аудитория маленькая Можно, наверное, и в устной форме И одна пожилая дама Тянет руку Я говорю Пожалуйста У вас пожелания Да, у меня пожелания Стоит Чтобы вы были таки здоровы Гениальное пожелание Чтобы вы были таки здоровы Друзья И мы продолжаем Я заканчивал кафедру Я по первому образованию Географ Я заканчивал физический факультет Ой, географический факультет Московского государственного университета Кафедру физической географии Зарубежных стран И Георгий Друг мой напарник Заканчивал тоже географический факультет Но как раз наоборот Кафедру экономической географии Советского Союза Мы с ним очень разные люди Так вот Я как Настоящий физик и географ Зарубежных стран Долгое время изучал Ну, несколько лет Я потом еще работал В родном университете На кафедре И изучал Физическую географию Зарубежных стран На примере нашей необъятной родины И вот из некоторых путешествий Появлялись Прилетали какие-то песни Вот следующая песня Которая Я вообще не предполагал Что Я уже говорил Лохматый Бородатый студент В мокрой палатке Сочинял песню Про своих друзей В этой песне Очень много Местоимений Кто-то Вот каждый кто-то Конкретный кто-то Это мои друзья Которые в этот момент Были где-то там В разных экспедициях Мы писали друг другу письма До востребования И ты заходишь На главпочтамт В городе Челпон-Ата И говоришь так Ну тебе кажется Ты хриплым басом Как настоящий путешественник Для Ивашенко А ты звучишь Для Ивашенко есть что-нибудь? А для Ивашенко есть? Говорят Для вас До востребования 5 или 7 писем А это твои друзья Пишут из разных городов Зная Что ты будешь проезжать Челпон-Ату А ты им пишешь В Енисейск Во Владивосток В Красноярск Куда-то там В Улан-Удэ Бог знает куда Я Студент кафедры Физгеографии Зарубежных стран В тот год изучал Физическую географию Зарубежных стран В экспедиции На Иссы Кули В учебно-производственной практике А друг мой И соратник Георгий Леонардович Васильев В тот же год Изучал Экономическую географию Советского Союза На учебно-производственной практике В Париже Объяснить это невозможно Но зато вы будете знать По крайней мере Одного из действующих лиц Этой песни Вы узнаете Песня написана Прямо по следам Документальных событий Так все и было Дождь на Иссы Кули Сплошной пеленой И ночью Чернилами льется С вершины И серой горной Курчавой стеной Весь мир На части тяньшей Раскрошил Кто-то от нас вдалеке Стиснув фонарик В руке Бесит болото Кто-то забыв про ют В злом комарином краю Ждет вертолет Где-то в морях Неизвестных и злых Бродят суда Словно суши осколки Где-то в степях Зацветает полы Там за хребтом Мир живет Мир шумит А у нас только дождь Над Иссы Кули Сплошной пеленой И ночью Чернилами льется С вершин И серой горной Курчавой стеной Весь мир На части тяньшей Раскрошил Кто-то в избушке лесной Тронет безмолвье струной Тихо и нежно Кто-то внутрь дамбе пари На языке говорит На зарубежном Но расстояние считать Не по нам Встретимся вновь Человек не иголка Пусть нас опять Разделила стена А за стеной Мир живет Мир шумит А у нас только дождь Над Иссы Кули Сплошной пеленой И ночь Чернилами льется С вершин И серой горной Курчавой стеной Весь мир На части тяньшей Раскрошил И еще одна песенка Из далеких времен Экспедиционных Написанная Во время ожидания самолета В аэропорту Минеральные воды У тучи нет иной заботы Как наше солнце Закрывать И расписание полета Безможным образом Срывать Все небо В серой простокваши И мелкий дождик Облажной Отложит все заботы наши До восемнадцати Ноль-ноль До восемнадцати Ноль-ноль У ветра нет иной заботы Как наши тучи разгонят И расписание полета Волшебным образом менять Мы все в плену атмосферы Пока не стихнет Бождь косой И ожидания Профиль серый Завис над взлетной полосой Завис над взлетной полосой У солнца нет иной заботы Как наши ливни прекращают И расписание полета Через окошко освещает Молчит Измученный диспетчер Закрывший небо До шести Не плачь, мой друг Еще не вечер Мы непременно Полетим Мы непременно Полетим У жизни нет иной задачи Как ожиданием Нас томить Билет в руке Багаж оплачет Так что ж мы медленно Черт возьми Когда еще счастливый случай Представит нам аэропорт Коль наше счастье так летуче Мы разрешим ему полет Мы разрешим ему полет Попугаи с плечи Старый боцк с ними Я к тебе заглянул На минуту-другую Я сопливый матрос И едва за шторми Под коленками дрожь Удержать не могу я Я не то, что боюсь Просто ж я не привык Хоть в мае-то года Быть пора капитаном Я хочу все уметь Расскажи мне, старик Как быть добрым Большим Мудрым И постоянным Приоткрой мне, старик Тайны древних морей Ты ведь знаю найдешь Чем со мной поделиться Ты ведь знаешь язык Рыб и птиц и зверей Ты ж сумел научить Говорить свою птицу Научишь в кабаках Ром хлистать из горла Научи соблазнять Длинноногих красоток Жить, чтоб, как у тебя Жизнь под ложечкой шкла Чтоб по жилам неслось Сумасшедшее что-то А еще объясни Как тайфун обогнуть Как не падать в забор В штормы так же, как в стиле Объясни, как мне плыть Чтобы не утонуть Расскажи, как мне жить Чтобы не утопили Ты ж объездил весь мир Что ж ты, боссман, молчишь Что же птица твоя Вдаль глядит, не мигая Видно, боссман, ты прав Жить нельзя научить Можно лишь научить Говорить попугая Нам по шкуре чужой Не прочесть ничего Мы на шкуре своей Все испробуем вскоре Неужели ж нам в стиль Греть под солнцем живот И затем мы идем В беспокойное море Я уж как-нибудь сам Жизнь рискну изучить Можно ли боссманом стать Бурь и гроз избегая Так что ты уж молчи Старый боссман, молчи И скажи помолчать Своему попугаю Спасибо Так первое отделение Как-то складывается Что скорее всего Оно будет посвящено В основном Старым песням Прям совсем старым Во втором отделении Во втором отделении Я кое-что новенькое спою И расскажу немножко О том, чем сейчас занимаюсь Потому что, конечно Все спрашивают Почему вы не поете Вдвоем с Георгием Я вам постараюсь Это объяснить Вот у нас тут Чуть больше года назад С ним состоялся концерт один Спонтанный совершенно В интернете он получил Название «Несанкционировано» И, в общем, имел Определенный успех Его посмотрел почти Полтора миллиона человек Да И мы готовились К этому концерту Больше пяти месяцев Репетируя Два-три раза В неделю И столько раз Ошибались На видеозаписи Это не видно Потому что Перфекционист Георгий Леонардович Все это вырезал А меня не было В этот момент Я был в отъезде Он говорит Я там за тебя В трех местах Не в трех В двадцати Примерно трех местах Гитару переиграл То, что ты сложил За себя Я переиграл В сорока шести местах Но я, говорит В одном месте За тебя Одно слово Спел Я говорю В каком Не скажу И я так и не знаю Где-то он за меня Спел слово Я переслушал Всю запись Не нашел Вот что значит Мастерство Мастеринга Но На самом деле Это ответ на вопрос Почему мы не выступаем вместе Потому что для того Чтобы выступать вместе Нужно заниматься только этим Нужно с утра до вечера Репетировать Иметь директоров Администраторов Пиар-агентов Менеджеров Видео Клипы снимать Писать новые песни регулярно Но это не наша работа Это не наша профессия Это хобби Оно для меня Мне повезло Оно очень близко К тому Чем я занимаюсь В основной своей жизни Вообще-то я После ВГИК Закончил еще И После университета Закончил еще ВГИК Актерскую мастерскую Сергея Федоровича Бондарчука Ирины Константиновской И с 85-го года Я дипломированный Артист театра и кино Но не будем о грустном Хотя об этом Я несколько слов Сейчас расскажу Через некоторое время А сейчас я хочу Вспомнить Одну еще песню Из старых Очень хочется ее спеть И она мне так самому нравится Что я отважился Ее Петь один Хотя она была написана Для двух гитар Там в середине Есть такой проигрыш Который является Частью песни А на одной гитаре Его сыграть невозможно Я думаю Ну ладно Есть множество других Хороших песен Которые я могу петь один На эту не буду петь Тут лет пять Нагружен назад Нагруженском фестивале Смотрю Какие-то ребята Сидят у костра И аккомпанирую себе На одной гитаре Прекрасно поют эту песню Я приостановился Думаю Интересно Что они будут делать Когда наступит Собственно этот проигрыш А они туда слова придумали Слова-то немудреные Такие Я слова-то запомнил И думаю Теперь я могу эту песню Один Я не Как это Не призываю вас Петь со мной хором Мне очень нравится Как в таких случаях Говорит Сергей Яковлевич Никитин Один из моих Абсолютных кумиров Человек С которого Очень много В моей жизни Началось И продолжается Я ему За очень многое В моей жизни Благодарен Сергей Яковлевич Так обычно говорит Если вам вдруг Захочется подпеть Не сдерживайте себя Песня абсолютно документальная Все это действительно Так и было Она называется Песня про то Как мы строили навес На дачу У Евгения Ивановича На кочках цветочки За кочками лес На дальней глухой Полустаночка На ладе В пилу До рубавича С утра Мы приехали Строить навес На дачу К Евгению Ивановичу А дачи-то дачи И нету Небок Купила Вон участок заброшен Наплелся Спасивною ношем И вот посреди Барахла своего Стоит он в теленяшечке Ношенной Ах, Евгений Иванович В полосочку Ох, да ж Киперская борода Держит левую Детскую сосочку Держит правой Орудье труда Евгений Иванович Морская душа И дочка его Морешанечка Душою морскую В папанечку Расписывать всем Как она хороша Часами он может За чайничком Но нам не до чаю Мы рвемся скорее Докончить навес Перемычками А то ведь Беда с электричками Ведь спать Как хозяин Без стены дверей На голой земле Без привычки Мне не залезает Он в спальчик спаренный Каждый вечер Себе говоря А ничего Перетерпим Не варим Мол Будем греться Пока изнутря Корюжит и гонет И его радикулит Прохладною Мальскою Ноченькой Но строит И строит Он прочненько А дачи все нет А мотор Парахлит Плевать Не себе же А доченьки Я знаю Дача будет Я знаю Задутся весть Способны наши люди Не спать Не пить Не есть Таскать кирпич Под мышкой Век путаться В долгах Чтоб свить гнездо Детишкам У черта На рогах Долбая по пальцам Торопимся мы Хозяйство Евгении Иванычева Навесом укрытием Мало ли чего Чтоб больше Евгении Иванычу Не оборачивать Пленкою На ночь его Так вот Я уже начал говорить о том Что я имел удовольствие Закончить Всесоюзный государственный институт кинематографии Попал работать в театр-студии киноактера И где-то с 85 по 90 Наверное второй год Я там прошел В общем школу молодого бойца Я и в кино поснимался Немножко даже И очень много озвучивал В кино Не знаю Не надо конечно А грустно Те Там 2 или 3 фильма В которых у меня есть Большая роль Оказались не очень Хорошими А те фильмы В которых у меня маленькая роль А король оказалась не очень хорошей Поэтому лучше про них не вспоминать Но Пара Пара выпусков Киножурнала Фитиль Я там В одном из них Я там был где-то Рабочий В каске На втором плане Второй слева Это вот было И милиционер еще один раз был Даже со словами Я там говорил Да Но если быть точным То вообще-то Сергей Федорович Бондарчук Мы все время Немножко Обижались На наших мастеров Объяснил Дело в том Что все Мы учились в Афгике В золотое время Как устроена Система образования Педагогическая система При обучении актера Очень просто Мастер берет курс У нас был маленький курс В Афгике У нас мастерская была По-моему, 14 человек всего И он ведет его Первый, второй, третий, четвертый курс До конца выводит и выпускает Значит, на втором курсе Второй, в третьем Третий Другой человек Какой-то берет курс Мы так и назывались Курс Бондарчука Мы с первого, четвертого курса Учились у Сергея Федоровича Ирина, кстати Там есть еще мастера Которые с нами Работают педагоги Педагоги по речи По сонодвижению По вокалу Все это отдельная история Но руководит курсом мастер Так вот, этими четырьмя мастерами Первый, второй, третий, четвертый курс В тот момент Когда мы учились Были Помимо Сергея Бондарчука Сергей Герасимов Евгений Матвеев И Алексей Баталов Понимаете? И вот мы входим В Афгик А там ходят небожители Просто И мы у них А так вот Разинов Рот учимся Ну и Герасимов И, ну даже немножко Матвеев Но Баталов-то точно Они старались своих артистов К себе И держать И у себя снимать Если они фильмов какие-то О них рекомендовали И все Бондарчук Бондарчук был желе Он был абсолютный перфекционист И за то, что на других курсах ставили 4 с минусом Или 4 У нас ставили 2 и выгоняли У нас был очень суровый курс У нас был очень суровый курс Очень серьезный Тем более приятно было Когда Бондарчук пришел Он говорит Ну я начинаю снимать Бориса Годунова Я вас всех к себе в кино возьму Мальчики тут же начали учить монологи самозванца Девочки тут же Марину Мнишек стали учить Прихорашиваться Не-не-не-не Ну что вы Это все мелочь Я для вас припас главную роль Тут мы вспомнили Из школьного курса литературы Что главным действующим лицом драмы Бориса Годунова Является народ Вот я там поснимался народом Я там был Я там был стрельцом Каким-то еще другим народом Был двумя разными монахами на заднем плане Ну у меня там реально есть роль со словами Я пересмотрел Я ей горжусь Там в самом начале все стоят ждут Согласится Борис Кононцарство или нет Как-то И вот Народ стоит Он в конце будет безмолвствовать А пока он просто стоит и ждет И тут один не выдерживает Высовывается такой краснощекий От волнения красной щеки Борода приклеенная явно Испуганные глаза Напяленная шапка И говорит Что там за шум? Это я Все Было бы все Если бы не школа Станиславского Через весь Через весь кинофильм протягивается тема Тема Прям как это Станиславского это называется Сквозное действие В конце Когда все ждут Когда там что-то Выйдут им и скажут Они все стоят и ждут Высовывается этот раз во щеки Такой же Чуть уже менее перепуганный В другой день снимали И говорят Чушум Не царь ли? Вот теперь все Я очень много озвучивал В зарубежных фильмах И моим голосом по-русски Говорят Ну десятки разных Артистов Среди них довольно много известных Почти весь Хью Грант Особенно последних лет Он мой Это просто мой любимый артист Мы с ним можно сказать Начиная с Нотингхила И с дневника Бриджи Джонс Вместе можно сказать Художественно росли Когда мои друзья сходили На последний фильм с его участием Сейчас уже новый вышел А тогда он назывался Операция Фортуна Искусство побеждать Гай Ричи его снял В Москве была премьера С нашим дубляжом С русским Друзья приходят Говорят Ну мы посмотрели Этот парень Как научился под твой голос ходить Вообще Это очень здорово Несколько фильмов с Брюсом Уиллисом Робин Уильямс В трех или четырех фильмах В трех картинах Нет в двух Не в двух Но зато в каких Дэниэл Дэй Льюис Обе оскароносные Один из них Этот самый Линкольн На Линкольн Мне звонили Из европейского офиса Спилберга И Говорят Мы должны Прежде чем вы Будете работать И вы будете проходить Дальнейшие пробы А там пробы голоса Проходят Мы должны с вами Провести небольшое занятие И такая Прекрасная дама Тут мне очень пригодилось Мое знание Английского языка Которое я к тому времени Уже около 50 лет изучал Наверное Что-то Понимал Она провела со мной Два урока Часовых Примерно Это специалист По вокалу Голосу И дыханию Она объясняла Какие резонаторы Использовал Дэй Льюис Для того Чтобы Я сейчас уже не помню Как это было Для того Чтобы звучать Устало Но не притворяться А звучать Естественно Удалось Все Но все это ничто Все это меркнет Я сейчас закончу Линческое отступление Буду дальше Петь Петь Но оно смешное Вершиной Моей Озвучательной Деятельности Как считает Георгий Леонардович Было Озвучание Национального Американского Утенка Дональда Я его по-русски Озвучивал Лет 10 Спасибо Спасибо Друзья Но это Ребята Все Смех смехом Кто знает Нам не дано Предугадать Как наше слово Отзовется Лет 25 назад Я крякал Несколько лет Дональдом Потом я забыл про него И не вспоминал про него Полтора года назад Мы затеяли делать Нормальную американскую визу Готовили петицию В которой собирали Все мои работы Норд-Дост туда вошел Мои озвучальные работы Десятки песен Какие-то концерты Еще что-то В общем петиция Для того Чтобы получить визу Оуан Она весила Полтора килограмма И там разумеется Был этот несчастный Дональд Там было написано Что вот был Русский Дональд Голос Дональд Кто же знал Что оказывается Пограничникам На границе Когда они заходят И проверяют Тот ли человек пришел Им поступает Маленькое резюме Из той петиции Которую подали Что за человек приехал Мало того Что я там написан Как сингер Эктор Энд Дэнсер Я конечно могу Им течетку Отфигачить Но я понимаю Но это будет Все профессиональные Течеточники Ухохочутся На меня глядя Но И он меня спрашивает В этот раз Тут написано Что вы еще Эктор Я говорю Да Я не только сингер У меня тут сейчас 12 концертов в Америке Но я еще и эктор Да А тут Написано Что вы Russian voice Of Дональд Даг Я говорю Оооо Он упал со стула И кучал Welcome to America Никто не знает Как там Как наше слово Отзовется Так вот С 85-го года Я работал В театре-студии Киноактера И там прошло Много прекрасных И непрекрасных И удивительных Дней И моментов В моей жизни Путь От метро Баррикадная К К театру Киноактера Который находился На улице Тогда назывался Улица Воровского Сейчас называется Улица Поварская Шел через Площадь Восстания Которая тогда Называлась Площадь Восстания Как она сейчас называется Я не знаю Но Эта площадь стала Как бы героем Одной из песен Потому что на ней Проведено немало Интересных Разных часов Кладут асфальт На площади Восстания Пришла пора ремонта Кладут асфальт Кладут асфальт везде Где я когда-то Бродил Не поднимая головы Кладут поверх следов Моих блужданий Что я оставил на асфальте старом Поверх моих асфальтовых заплаты Которым я давно уже привык Асфальтовый ковер Кладут На мой проверенный маршрут Везде Где пролегла моя Проторенная Калия В Матвеевском На Пресне В теплом стане На Рижской И на Киевском вокзале Катки Платая уличный рак Танцуют свой Замедленный балет Кладут асфальт На площади Восстания Поверху асфальт Впечатанных печалей Засохших Неподаренных тюльпанов И пепла Самых горьких сигарет О сеть моих былых следов Я вновь В тебе пропасть готов Ловушка вечная моя Проторенная Калия Кладут асфальт На площади Восстания Кладут асфальт Кладают мостовые Кладают мостовые И бульвар Все выборы Мелкие Исправи Асфальтовая Черная река Прошла пора Набитый расставань Пришла пора Ремонт и тротуар Пора На черном зеркале Оставить Свой первый Отпечаток Каблука Свой первый Отпечаток Каблука Свой первый Отпечаток Каблука А давайте теперь Что-нибудь Духоподъемное Тут Некоторое время Захотелось Чего-то нового Свежего Появилась Одна песенка Я ее начал петь И Тут люди Сразу в зале Оживились Были тоже Зрители Моего поколения А я 58 Год рождения Мне только что Весной 65 Исполнилось Я говорю 65 И ягодка опять Страшное дело У нас Когда в детстве Не внуки Да В детстве Когда нам было По 17 По 18 В юности Была такая песня Ну очень такая Задорная Боевая Мечтатели мы были И там были такие слова Сиреневые Сиреневые плащи Сиреневое знамя И шляпа по глазам Отвинута на лоб За то что говорим И думаем стихами Мы поблагодарим судьбу Нам повезло И там в третьем куплете Были такие строчки И даже в 60 Пускай скрипят колени И пусть радикулит Съедает нас живьем Мы соберемся вновь Плащи свои 60 Тоже мне колени У меня сейчас Пока ничего Особенно не скрипит Особенно Как говорил Жванинский В тихом месте У теплой стенки Все практически Нормально Но тогда Мне казалось Что 60 Это все Конец На этом все Закончится А тут Вот как-то так И зрители Моего поколения Услышав эту песню А там Звучат названия Двух музыкальных инструментов Кларнета и трубы Говорили О, кларнета и труба Эдита Пьеха В нашем доме Поселился Замечательный сосед И говорю Нет, друзья Это случайное совпадение Это не те Кларнеты и труба На которых играл Замечательный сосед В не менее замечательной Песни Эдита Станиславовна Это те Кларнеты и труба Про которые Блад Шалч Акуджаву написал Кларнет пробит Труба помята Мне очень захотелось Чтобы вот эти Кларнеты и труба Заиграли бы вновь Просыпайся, душа, поднимайся Хватит спать Словно сычь на столбе Поднимайся, душа, принимайся На кларнете играть и трубе И в пучины Бесстрашно кидаться И лям-пам, как и прежде, шерше Ведь приходит пора пробуждаться Даже очень уснувшей душе Потому что она Потому что она Обормоту тебе Не случайно дана Ведь когда в небесах Делать начали нас Для тебя кто-то Именно эту припас И назад ее примут едва ли До того, как наступит пора А попытки ее Потихоньку продать Не доводит Уйда от обла Нас порою волною смывает И швыряет туда и сюда Она не на месте бывает Даже в пятках дрожа иногда Но потом прибегает обратно Не давая тебе отступать И лишь во время и аккуратно Подавай ей команду Не спать Потому что она Потому что она У тебя вормота Всего лишь одна Это орган не парный И как ни крути Адекватной замены Ему не найти То не ветер бушует напором То не с гор Подбежали ручьи Это снова и снова Кварнета труба Подают позывные свои Подают позывные свои Потому что она Потому что она У тебя вормота Всего лишь одна Это орган не парный И как ни крути И как ни крути Адекватной замены Ему не найти То не ветер бушует напором То не с гор Побежали ручьи Это снова и снова Кварнета труба Подают позывные свои Подают позывные свои Аплодисменты на путь 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 Давайте организуем квинтет Ну вообще Тогда весь университет думал Что можно петь авторскую песню Квинтетами Квартетами Надо сказать Весьма успешными И мы тоже превратились в квинтет Три мальчика, две девочки Потом через какое-то время Мне, кстати, в этом квинтете Не позволяли даже на гитаре играть Эти двое, которые Гоша и еще там один Парень И считали, что нет Тебе еще рано Ты еще там Желторот Слишком Мне доверили такой стручок Какой-то высушенный Какого-то растения Я им шуршал в такт песни И потом постоянно доверялся Что мне коленка правой болит А я ее отшибал себе От напряжения на концерт По ней стучал Ну ладно Потом девушка одна Не смогла с нами петь Семья, дети Мы пели вчетвером Потом еще юноша один От нас откололся Мы долгое время пели втроем Было трио географического Потом мы стали петь вдвоем И вот где-то в этот момент Мы отважились Мы тогда пели, конечно, Никитина Висборо Акуджаву Берковского Кима И много-много других Хороших авторов И много-много других Хороших песен И тут мы отважились Сами починить Сочинить что-нибудь Написать песню И вот Одной из самых первых песен Которую Мы исполнили дуэтом Была песня Которую Георгий написал На стихи Выпускница Нашего уже факультета Географического Галина Шмирева Галина Шмирева и песня Которая называется «Недоговаривая фразы» Недоговаривая фразы Вдруг благодарных замолчать Недоговаривая фразы Судом друзей не будет встречи Наш самый безрассудный шаг С чужими часто Все не так Закон непонимания вечен Но даже наш неверный шаг Судом друзей не будет встречи Мы об одном всю жизнь мечтаем Быть понятым и понимать Мучительно В других простая Снять от чуждения печать Чтоб благодарно замолчать В глазах друзей себя читая На полусловию замолчать В глазах друзей себя читая Вдруг благодарно замолчать А теперь совсем одна новая песня Она появилась во время... Ну как, не совсем после нее Еще было новой... Я, кстати, еще две спою Сейчас совсем новые песни А вот песня, которая появилась Во время ковида Я несколько песен написал Во время изоляции Одна из них... Ничего про нее просто говорить не буду Она называется Мне страшные сны Снятся редко Но все же случается Недавно приснилось, что все Что планете кранты Что мрак над планетой сгущается И в пору бы было отчаяться Когда б не случилось бы В этом же сне ты Отвернулись от земли боги И на всю планету лег смог Но тебя я отыскать В смоге смог Я во сне еще не знал точно Как нам быть Но понимал в этот миг То, что некому помочь нам Кроме себя же самих Еще бы мгновенье И было бы счастье утрачено И ты за туманом исчезла бы Как за стеной Но было судьбой так назначено Что вовремя за руку схвачено Была ты стремительным Ловким, как барс Мною Я орлином разглядел Взором Горный купол Сквозь густой лес И с тобою на руках В гору Взлез И соскал, что поросли Мохом Мы с тобою вдруг увидеть смогли Что не так уж все и плохо В целом У нашей земли Пусть рушится мир Но пока меня за руку держишь ты Я знаю, что будет весна А весной соловьи Ведь больше держаться нам не за что Средь злобы, вранья и невежества Как лишь друг за другом Что, собственно, мы и... Ты мой парус, я твой мост Прочный Над пучиной штормовых Вот Это то, что знаю я Точно Вот Мы с тобою неплохой повод Чтобы кто-то из богов в звездной мгле Обернул бы лик свой снова К нашей старушке земле Мы с тобою неплохой повод Чтобы кто-то из богов в звездной мгле Обернул бы лик свой снова К нашей старушке земле Спасибо Несколько слов о том, чем я реально Занимался в последние годы Просто маленькие фрагменты Я, к сожалению, не смогу спеть Половины, четверти и десятой доли Того, что я насочинял за эти годы Потому что все это поется Под фортепьяно, под оркестр И вообще не таким голосом, как мой А серьезным Я написал русские тексты Наверное, к десятку переводных мюзиклов В моем переводе шли В Москве такие спектакли, как The Phantom of the Opera Что еще у меня Русалочка Золушка Рузерса и Хаммерстайна Та самая Невероятная Спасибо Chess Потрясающе Совершенно невероятный Мюзикл, который написали Бенни Андерсон Бьерн Ульвис Музыканты группы Абба Вместе с Тимом Райсом Тем самым Тимом Райсом Который когда-то С Эндрю Ллойдом Это было второе потрясение Тех лет Помимо Сергея Яковлевича Никитина Третьим или первым по времени Были, конечно, Битлз Но, конечно, Иисус Христос Суперзвезда Это было что-то невероятное И то, что когда Я буду писать русский текст для него А в Москву приедет Сэр Тим Райс Для того, чтобы утверждать Русскую версию спектакля Вместе с автором русской версии Это было, конечно Очень приятно Так я познакомился с Тимом Райсом И мы потом переписывались И вели работу над этим проектом Два года шел этот спектакль Я, к сожалению, спеть этого не смогу Ничего Потому что там нужен большой ансамбль Или как минимум фортепиано Но Я вам сразу хочу сказать У меня вот в течение этой поездки Она очень длинная И в ней много очень концертов Их уже больше 12 получилось Потихоньку Планировали 9 Потом 10, 11, 12 Сейчас там в сущности получается 13 концертов В сумме И среди них есть 3 Такие, которые называются Театральный квартирник Я там вот этого всего Вот это, чего вы здесь сейчас слушаете Это я не пою Я пою под фортепиано Отрывки из мюзиклов Из оперетт Я написал либретто для двух оперетт Для новой либретто Для принцессы цирка И для Сильвы Но с принцессой циркой Вообще отдельная история Я все равно вам немножко про нее расскажу Просто вы поняли Какие задачи стоят перед переводчиками И перед авторами русского текста Ну, например Принцесса цирка Сюжет примерно вам известен Да, там циркач Да, я шут, я циркач Ну что же Пусть меня так зовут Вильможи Ха-ха-ха Ужас Все это не так Он вовсе никакой не Этьен Вердье В оригинале Никто Даже музыковеды Не знают, как зовут Мистера Икса В оригинале у Кальмана Потому что в это поверить невозможно А зовут его Федя Да, вы не поверите В оригинале Действие принцессы цирка Кальмана Происходит в Санкт-Петербурге В цирке Станиславского То есть он слышал звон Но не знает, где он Станиславский какой-то Пусть он будет директор цирка И в общем Там такая русиша клюква Что ее, конечно, по-русски Никто не играл Потому что это абсолютная хрень Там нет никакого барона Декривильяка Барон Декривильяк Это выдумка Наших постановщиков В оригинале Главным интриганом Который Все там портит всем Является великий князь Сергей Владимирович Какой Сергей Владимирович Какая-то чушь абсолютная Но музыка хорошая Мы Конечно Сергей Владимирович С Федей Федор Полинский Она Федора Полинский Мы, конечно, это все убрали И Оставили все равно Этьена Верди Но сюжет изрядно перекроили И в Москве Вот он уже шесть лет идет Очень успешный спектакль Принцесс-цирка И там действительно Потрясающие цирковые номера И Мистер Икс действительно Ну не тот трюк, который в фильме Но тоже очень крутой трюк Выполняет во время спектакля И Раньше я мог сказать Будете в Москве загляните А так сейчас даже Пригласить-то боюсь Не знаю, что Когда туда можно будет поехать И посмотреть это А Сильва По просьбе Екатеринбургского театра Я писал новые либретто По немножко другой причине Дело в том, что Сильва воспринимается Как что-то легкое Воздушное такое Ха-ха-ха-ха-ха Красотки-красотки Красотки-кабаре А пьеса-то Непростая Она написана-то В 1914 году Знаете Пример в 1915 состоялась И Сильва в оригинале Вовсе уезжает Ни в какую там Из кабаре Орфеума Она уезжает Вовсе не в Париж Не в Париж Тем более не в Вену Которая там В 30 километрах От этого кабаре Орфеума находится Она уезжает в Америку Она получает контракт На Бродвее В оригинале И она уезжает Навсегда А Эдвин Уходит в действующую армию И это значит Что он уходит туда Скорее всего Навсегда Потому что То, что происходит Все уже Сильва в оригинале Пропитана Огромным драматизмом И нам удалось Его сохранить И в Екатеринбурге Идет грандиозный спектакль С большим симфоническим оркестром Там сидит 70 человек в яме 50 человек на сцене Это потрясающий спектакль На мой взгляд Это лучшая Сильва Ну и там текст хороший И конечно Нам удалось Добиться Того Что вот эти Вещи Которые уже Всем навязлен На зубах Там эти Красотки 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 Кабаре Ну конечно Они красотки Но это же вовсе Не про это Эти два гуляки Ферри Пожилой гуляка И Бонни Молодой гуляка Они вовсе не Все мы театралы Спешим чуть вечер в залы Нет Они спешат не туда Там У нас это так звучит Да мы театралы Спешим чуть вечер в залы Пока в театре Да мы театралы Но нам театра мало Пока в театрах Оперу дают Мы уже спешим сюда В обитель нашу И приют В кабаре Где девочки Танцуют и поют Когда девчонки Пляшут И нам ногами Машут То это лучше Чем куплет Любой из самых Модных оперет Ну и припев Там в финале Был такой Он правда по-моему Не вошел в спектакль Но мне кажется Очень классно было Девчонки Девчонки Куда же мы без вас Но как же Коварны ваши сети Как мошки На свет На сиянье ваших глаз Летим Позабыв Обо всем На свете Девчонки Девчонки Хотя бы полчаса Для нас Почитателей Найдите А если вдруг Однажды Вы сорвете голоса Так вы кончаете петь А просто Походите По-моему Очень смешно Получилось И Будете в Екатеринбурге Посмотрите Я не знаю Когда и где Ее еще поставят В таком виде Но она Получилась грандиозная Только что В Красноярске Прошла премьера Спектакля Из которого Тоже ничего не могу Спеть Поэтому просто Отмечусь Что написал Да Так хочется вспомнить Персонажа фильма Полосатый рейс Помните Когда он выходил Да Украшены Лично мной Вот это все Написано Лично мной Еще написано Либретто для рок-оперы Капитанская дочка По повести Пушкина Очень успешная рок-опера В летом у них была премьера Огромный трехчасовой Спектакль Тоже Симфорок Симфонический оркестр В яме И рок-группа Они Хреначат Там так Что мало не покажется Там когда пугачевцы Выскакивают Начинают Кричать Мы возьмем Этот город себе Мы возьмем Эту крепость себе Мы возьмем Всю Россию себе Мы Москву Развалим До бревна Вы просто пальцем Покажите Где она То там Конечно зал Вшимается В кресло Тем более Премьера Произошла 23 июня Представляете себе Какие там события Происходили К этому К режиссеру Подбегают Эти зрители 24 у них Второй спектакль Скажите пожалуйста А вы когда Это сочиняли Ну уж точно Не сегодня утром Это Пушкин 200 лет назад И еще один спектакль Из которого Я вам сейчас Немножечко спою Спектакль Которым я очень горжусь Потому что Это 12-я ночь Шекспира Для которой Кому не лень Писали в музыку И тексты Когда Режиссер Иван Поповский Который когда-то Я же тут 12 лет назад Тоже отметился Я был продюсером И в Москве Был поставлен Мюзикл Обыкновенное чудо Последняя моя Продюсерская работа Больше никогда Зарекаюсь Никогда ничего Продюсировать не буду Ни за какие деньги Я чуть не помер Там Это как быть Продюсером Это хуже Чем Уголь возить Просто Жуть Я там Просто 12 килограмм Потерял за этот год И вроде Ничего не делаешь А переживаешь Так как Просто Ужас Но режиссер Был абсолютно гениальный Остался он гениальный Его зовут Иван Поповский Он македонец Выпускник Мастерской Фоменко И когда Он мне Мы очень подружились За время Нашего чуда Мы все равно Худо-бедно Сыграли 153 спектакля Подряд И мы были Мюзиклом ежедневного показа И когда он Предложил мне Писать Песни Для 12 ночи Я конечно не глядя Согласился Тем более Что спектакль Ставился В театре Ленсовета В том самом Театре Ленсовета Который Знаменит Множеством В том числе Музыкальных постановок Я ему говорю Иван Ну что вы от меня хотите Эти песни Написаны уже Пятью-десятьюми Авторами Там и Никитин Сочинял И классики Какие-то писали И переводов Их 5 или 7 Он говорит Не Мне нужны другие А какие Я не знаю И мы сели С ним на 4 Примерно месяца Переписывались И искали Стилистику Вот что получилось Первая песня Я споем Две песни Первой песни Это все Песни Шута Первой песни Шута У Шекспира нет Она как бы Обозначена Но ее нет Там Сэр Эндрю Игьючек Сэр Тоби Белч И Шут Приходят Под окна Камеристки И начинают Там буянить Пить И говорят А давай споем А этот Кто-то Шут Отвечает Сэру Тоби А как мы Что будем петь А давай споем Каноном Ну какую Ну вот эту давай Молчи-молчи Мошенник А что молчи То есть я спою Молчи-молчи Мошенник Как бы обращаясь к тебе Хотя ты еще ничего не пел Но ты каноном Ответишь Что мне Молчи-молчи Мошенник Я вынужден Замкнуться И как будет развиваться Дальше песня И вот так они Переругиваются В течение 5 или 7 В общем вполне логично Переругиваются В 5 или 7 реплик После чего После чего Авторская ремарка В копках Поют песню И он говорит Ну Алексей Придумайте Чего они там могут петь Песня шута Сэра Тоби И Эндрю Игьючика Под окнами Камеристки Исполняется В нетрезвом виде Молчи-молчи Мошенник И помни лишь одно У нас немного денег Но хватит на вино Когда друзья Поют и пьют Не нужно много говорить А то побьют Сиди и жди Когда нальют Мы три веселых дурня Мы луч во мраке тьмы Но мир не знал культурней А болтусы в чем мы Уж ты прости нас Госпожа Но мы сдержать пытаясь В заднице ежа Не можем жить Без куража Мы будем веселиться Пусть мрачен белый свет Пора определиться Кто с нами А кто нет Когда мы песенку поем Не нужно нам твердить Что мы так много пьем Мы тебе Сейчас нальем А вторая песня А вторая песня Есть у Шекспира Но она мне все время Вызывала раздражение Своими переводами Причем переводили Хороший Людмаршак переводил Все остальные песни Переведены прекрасно А эта какая-то безобразная Она, во-первых, в оригинале Написана шестистишками И там так Я не помню, чей это перевод Где ж ты Где ж ты, милая, блуждаешь Что ж ты, друга, там что-то Избегаешь И не вторишь песни Влад Во-первых, я сразу вздрогнул Какой Влад Откуда взялся Влад Во время Шекспира Это какой-то неправильный Там Что-то там не надо Шляться Там где-то Не надо Нужно нам встречаться Это знает старый млад В конце концов Все пути ведут к свиданию Это знает старый млад Ну как-то так криво изложено А второй период вообще безумный Тоже шестистиши Еще и с разным количеством Слагов в разных строчках Постой, постой Мой друг небесный Внемли Что-то там Как твой друг любезный Поет на разные лады Тоже бред какой-то Я говорю Иван А можно я изложу это Своими словами Он говорит Пожалуйста Итак Песня написанная По мотивам песни Шута Но своими словами Мысль излагается Совершенно точно такая же Как во всех этих переводах Только я понял Что шестистишья Это какой-то Ущербный размер И я решил Замахнуться На восьмистишья Куда ж ты так спешишь Красавица Поверь Никто здесь не кусается Уже тебе совсем не нравится Простая песня Моя Сама же после Будешь каяться Ведь быстро Молодость кончается Такими нынче Не бросаются Парнями славными Как я Мы очень скоро Станем старыми Да-да Скоро станем старыми И наши встречи Замбарами Уж нам обратно Не вернуть Глянь Все живое Ходит парами Да Все живое Ходит парами И лишь потратим Время даром Мы Стремясь Природу Обмануть Лишь потратим Время Термы Стремясь Природу Обмануть Слушайте Мы уже Поем Больше часа Поэтому я предлагаю Сделать перерыв После еще одной песенки Есть еще одна тема Которую я совсем Не затронул Мне очень хочется Ее Затронуть Но я никогда В концерте Не успеваю ее спеть Вот я сейчас учусь На пианино играть сижу Я же когда-то В пятом классе бросил Музыкальную школу Но до пятого-то я доучился Вот я сейчас думаю Вспомню В конце концов Английский я учу 60 лет И музыкой занимаюсь 60 лет С перерывами Сейчас начал учить Я хочу весной Сыграть это сам на пианино Я когда услышал эту песню Я обалдел Думаю Его надо срочно переводить На русский язык Я услышал ее в фильме Французский поцелуй Она там шла за кадром Я услышал Думаю Не бывает Не может быть Что в 21 веке Можно было сочинить Совершенно гениальную песню На трех аккордах Да еще и не в рифму Да еще и не в попад Это что-то невероятное На итальянском языке Я стал искать Кто это написал Выяснил В саундтрак нашел К этому фильму Паоло Конте Его зовут Это один из моих Любимых авторов Один из моих Любимых композиторов И бардов Я не знаю Как его назвать Шансонье итальянский Это удивительный Совершенно человек Который Я могу про него Рассказывать целый вечер Я не буду этого делать Я просто расскажу Про эту песню Два слова У нее куплет По-итальянски Припев по-английски Что сильно облегчило Здесь кто-то знает Итальянский О, отлично Можно смело петь дальше Значит, я перевел ее С итальянского Которого я не знаю Я попросил, чтобы мне перевели А тут и Google Переводчик научился Переводить прилично В общем, я примерно понял Про что там идет речь И решил написать про это Примерно своими словами Это, конечно, не перевод Это попытка написать Песню в том Необъяснимом Совершенно стиле Которым владеет Только один человек в мире Пауло Конте Который вообще не парится Чтобы попадать Там в ноты В какие-то Там, чтобы слова Там как-то совпадали Вот просто у него идет Какой-то такой Невероятный поток От которого ты реально Стекленеешь Этого не бывает Там невозможно Так сочинить Он это может Куплет по-итальянски Припев по-английски Я и то, и другое Как теперь принято Говорить после фильма Покровские ворота На родной язык перепер Вот что из этого получилось По-итальянски Песня называется Via con me Как мне сказали люди Знающие итальянский По-русски Это значит Прочь отсюда скорее Вместе со мной Я решил, что по-русски Это слишком длинное название Для песни По-русски песня Просто называется Вместе 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 Взять и убежать Разве удержать тебя сумеет Но это синева фиалок Разве, разве Мир бы не был серый жалок Если б не музыка То единственное, что смысл имеет Несбыточен 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 Мой сладкий сон Несбыточен Несбыточен Но вновь и вновь Он снится мне Вместе 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 Скрыться Скрыться Навсегда Помут Голубого цвета Глаза рукой Прикрыв Ныряю Разве Разве Так уж Много Мы теряем Ведь Финал Пьезы Этой Не повторяется Никогда Несбыточен 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 Мой сладкий сон Несбыточен Несбыточен Но вновь И вновь Он снится Мне Вместе Вместе Ту-ту-ту-ту-ту Чебум-чебум Та-ти-ду-ты-ту Чебум-чебум Бум Ту-ту-ту-ту-ту Вместе Взять и убежать Разве мне так много надо Где-то у края Рая Просто Просто находиться Рядом Медленно До тла сгорая Тебя едва касаясь взглядом Несбыточен, несбыточен, несбыточен Мой сладкий сон несбыточен, несбыточен Но вновь и вновь он снится мне вместе, вместе Ду-ду-ду-ду, чабум-чабум Ду-ду-ду-ду, чабум-чабум Ви-е, ви, вени ви-диквий Продолжение следует... Спасибо большое. На этой высокой ноте позвольте сделать антракт минут на 15. Не больше, потому что программа очень большая. Продолжаем. По многочисленным просьбам публики исполняется песня, которую в одиночку я, в общем, не пою. Она была написана для двух гитар. Это тот самый случай, когда мне ужасно захотелось ее сыграть на одной. Мой пух на розовых щеках Мне представлялся столь солидно. Его впервые безобидно касалась женская рука. Когда впервые, как в бреду, Та фраза в воздухе застыла. Мой милый, жди меня, мой милый, И я приду, приду, приду. Мой милый, жди меня, мой милый, И я приду, приду, приду. Так был когда-то в первый раз В графе разлук поставлен крестик Мой пух грубел со мною вместе А это пара глупых фраз Как карусель кругов в аду С тех пор мне голову кружила Мой милый, жди меня, мой милый, И я приду, приду, приду. Мой милый, жди меня, мой милый, И я приду, приду, приду. Себя молитвой и постом Смирив в процессе ожидания Я ждал крестов в графе свидания Но надо мной висит крестом Как ключ, потерянный в пруду Как недорытая могила Мой милый, жди меня, мой милый, И я приду, приду, приду. Мой милый, жди меня, мой милый, И я приду, приду, приду. Уже ли я грешен тем, что сам Постиг чуть горький запах мщени И все свои невозвращения По той же схеме бы писал Ведь жизнь, как жалкий, как аду Одно и то же затвердила Мой милый, жди меня, мой милый Я приду, приду, приду Мой милый, жди меня, мой милый Я приду, приду, приду Милый, жди меня, мой милый И, с вашего позволения, без перерыва еще несколько песен Прямо подряд на ту же тему, например Я никуда не спешу Я стихов не пишу Мне собрать бы слова воедино Что? Хоть себе самому Объяснить почему Замыкаясь искрят провода Я не пойму ничего Из себя самого Я утешу Мол, все впереди Но я не забуду тебя Никогда, никогда Никогда Я не забуду тебя Никогда, никогда Мир удивителен Но он описан давно Мудрецами иных поколений Я их немало читал И счастливей не стал И храню свой диплом Под стеклом Но назначенье иных Неподвластных умов Повседневных вещей И явлений мне Не дано описать Ни при помощи слов Ни числом Вновь В лабиринтах наук Непредвиденный крюк Совершу на гранит Натыкаясь вновь Перечту мудрецов И в конце-то концов Одолею шинель Ему-му Но Почему иногда Ни с того, ни с сего Так искрят провода Замыкаясь я Очевидно уже Никогда, никогда Не пойму Я Никуда не спешу Я рукой не машу Я к разлукам Привык и к утратам Вновь Улетит самолет Пароход уплывет И года потекут Как вода Но С мудрецами вразрез Всем наукам назло Вопреки всем МЦ квадратам Я Не забуду тебя Никогда, никогда Никогда Я Не забуду тебя Никогда, никогда Никогда КОНЕЦ КОНЕЦ Когда уйдет любовь Практически без шума Растаив, как дымок Вчерашнего костра В мир Снова станет прост Ты снова станешь умным В пятнадцать раз Умнее, чем вчера Возникнут за окном Привычные картины И, как всегда Забот Набьется полон роты И ветер будет свеж И вместо никотина В нем будет Натуральный кислород Когда уйдет любовь Распустятся листочки И в пламени весны Забудется зима Но ты за всю весну Не выдавишь ни строчки Из очень поумневшего ума Когда уйдет любовь Все будет очень мило И даже хорошо Ведь не твоя вина Что нет на всей земле Ее сильнее силы и слабости Слабее, чем она Когда уйдет любовь Ты вновь вернувшись к делу Поймешь, что можно жить Своей угловой Что кровь еще бежит Что руки-ноги целы Что, как ни странно Ты еще живой Что крепко сесть в седло Ничто уж не мешает Поскольку у коня Отсохли два крыла Что все-таки она Действительно большая Действительно Огромная была Мой нежный друг Поскорее убери Из пепельниц сугробы И зажигалкой Не режь ночную тьму На мелкие куски На всей земле Нет почти что ничего Такого, что могло бы Быть адекватной Причиной твоей Печали и тоски Пускай порой Улыбается судьба Улыбкой барракуды И достается Твой праздничный пирог Презренному врагу Поверь, мой друг На земле не нахожусь Ничего фатального Покуда Есть у тебя Самый лучший в мире я Который Все могу Когда беда Словно темная вода Огромною волною На горизонте Появится шипя Как злобная змея Ты можешь твердо Рассчитывать на то Что спиною Как стеною Тебя укроет От яростных штормов Твой лучший в мире я Ведь я умею Бороться и искать Ночи и не сдаваться Я смел, как лев И пускай все силы зла Зарубят на носу Что я сильнее, чем они И я тебя не заставлю волноваться Ведь если что Я из воздуха соткусь И я тебя спасу А если вдруг Мы расстанемся с тобой Навеки, веки, веки И прекратится безумный этот сон Что снится нам двоим Не грянет гром Не разверзнется земля Не пересохнут рейки А просто я Не сумею больше быть Волшебником твоим Не потому, что гордыня буян Боясь казаться жалким Не захочу арсенал своих чудес Растрачивать вообще А потому, что я просто вечный рак Волшебной зажигалки И на большом расстоянии от нее Без помощи вообще Вот почему мне не быть твоим огнем Когда начнет смеркаться И потихоньку исчезнет дивный дар Которым я владел Я не сумею Не будучи твоим Из воздуха соткаться Ты, извини, у любых волшебных сил Имеется предел И в час, когда с четырех сторон беда Нахлынет водопадом И заблудившись утратишь правый путь Ты в сумрачном лесу Ты знай, мой друг, что я буду далеко Что меня не будет рядом И я никак не смогу тебя спасти Но Все-таки спасу Ты знай, мой друг, что я буду далеко Что меня не будет рядом И я никак не смогу тебя спасти Но Все-таки спасу Спасибо Еще одна старая песня на эту же тему Которую я каким-то образом прозевал Она почти целиком принадлежит перу Георгия Леонардовича И тоже поется в основном вдвоем Но я ее просто очень люблю То рыдает То хохочет То на кухню к нам тайком Просочится ветер хочет Притворяясь сквозняком Снег упал на всю вокруг За окном темною темною Мы не глядя друг на друга Пьем шучье вино А вино такое-то, а цена-то дорога Наши вечные заплаты Наши дикие бегают Наши дети Наши руки Это было так давно Мы не глядя друг на друга Пьем шучье вино А во мраке что-то волит Что-то плачет, как дитя То ли время, то ли вьюга Впрочем, это все одно Ведь со мной моя подруга И шучье вино Поле время, то ли вьюга Впрочем, это все одно Ведь со мной моя подруга И шучье вино Относительно новая песня Следующая, которая появилась Ну, все-таки, да, уже Мне все кажется, что это было совсем недавно Это все еще было до ковида А ковид-то уж когда давным-давно был И уже сколько событий после этого Произошло всяких в человечестве На земном шаре Но это был какой-то, на самом деле Эту песню инициировала погода В Москве стоял холод жуткий И февраль длился там очень долго Собственно, он сейчас длится очень долго По другим причинам Но тогдашний февраль просто Уже сил никаких не было Хотелось чего-то такого вдохновляющего Воодушевляющего Я решил сочинить песню Она называется «Все пропало» Все пропало Похоже, что рай на земле Не наступит То случится война То спалят суховей Поля Катаклизмы в природе С людским скудаумием вкупе Не оставили шансов Несчастная планета Земля Птицы мечутся с юга на север Бессмысленные стаи Но похоже, что сгинут во мраке Грядущих веков Белый пуйвол Белый пуйвол И синий орел И форель золотая Вместе с множеством прочих Полезных и добрых зверьков Стадо горных козлов Окончательно всех забодало Все бессмысленней песней Все хуже Плохое кино Самых светлых надежд Человечество Не оправдало И исчезнуть теперь За ненужностью обречено В общем, дело дошло До последней ступени маразма И логично бы было Обматывать шею пенькой Отчего же Суровой реальности Несообразно Я, как гена в мультфильме Все время веселый такой Мне не страшен Ни горный козел Ни мятежный повстанец Ни взписывшийся климат Страну, погрузившую в Кургун Мне не нужен ваш цирк Дюсалей Покажите мне палец Вы постигнете смысл выражения Ржу не могу Я не псих, у меня лишь чуть-чуть Что-то где-то замкнулось И стремительно на бок уехала Треснув по шву С той секунды Как ты оглянулась И мне улыбнулась Чтоб я понял, зачем На земле этой мрачной живу Чтоб я понял, зачем На земле этой мрачной живу Так, тут пришла почта Серьезная какая-то Счет? Нет, здесь есть текст Спойте, пожалуйста, где все просто и не просто Где живет моя семья К сожалению, эта песня Георгия Он ее вообще один поет Я ему подыгрываю Я ее практически не знаю Это одна из его таких У нас были песни неприкосновенные Вот это одна из неприкосновенных песен Никто из Оставшийся член дуэта Не имел права касаться ее своими грязными лапами Поет солист А ты подыграешь немножко Не мешай У меня тоже такие песни были Вот это одна из его песен Которую лучше его просто никто не поет Зачем я ее буду портить? Вот Слушайте, я сейчас вам хочу лучше рассказать Несколько слов о том Чем я все-таки еще занимаюсь сейчас непосредственно Речь идет о двух мюзиклах Которые я написал Которым я имел отношение Один из них я написал целиком И он уже закончен И я, несмотря на то, что на фортепиано я тот еще и грец Но музыкальные программы по записи нот я освоил И даже с помощью одной из них смог написать полностью весь клавир этого бессмертного произведения Я считаю, что оно удалось Несомненно Я его писал 15 лет Из них 13 я думал, каким оно будет гениальное А потом наступил ковид Я понял, что пришло время сесть за него и все это записать Все, что роилось в голове все эти годы Идея пришла 15 лет назад Когда я смотрел телевизор Не, я уже тогда не смотрел телевизор Уже лет 15 я не смотрю Лет 20 Почему-то я вспомнил Или где-то увидел Или просто переключал Искал какое-то кино И увидел фильм, который назывался «Две стрелы» Помните, был такой фильм В советское время Он имел довольно большой успех Просто из-за того, что в нем играло очень много звезд Но там, помимо того, что там играло очень много звезд В основе его лежала совершенно блистательная пьеса Александра Володина Она так и называлась «Две стрелы» Я решил посмотреть, что там происходит на самом деле в этой пьесе И обнаружил, что Александр Володин написал об этом Если вы смотрели, то вы знаете, о чем идет речь Если не смотрели, то в двух словах Речь идет о племени, которая живет там Только что вышла из каменного века Это люди, которые Ну, в общем, абсолютно первобытные Они живут племенем Это племя Зубров И выяснилось, что Александр Володин написал две пьесы Про племя Зубров Одна из них «Две стрелы» Она довольно широко известна и экранизирована А вторая «Ящерица» Она менее известна Но не менее гениальна Пьеса эта написана была на рубеже 70-80-х годов И уже тогда не очень сильно она приветствовалась Потому что там речь идет об одном племени Вот это племя Зубров Который все время Нападает на все окружающие племена И все время что-то Им кажется, что все окружающие виноваты в том, что они так плохо живут И они пытаются на них напасть И мы сейчас им покажем Но каждый раз получают по мозгам И отползают на свои болота И продолжают там сидеть на болотах И думать, кто же все-таки виноват во всем этом Мне захотелось эту пьесу переложить на музыку и спеть И вот сейчас готова полностью клавир этого произведения Она называется «Ящерица» И я сейчас вам осмелюсь спеть одну песню Почему осмелюсь? Я ее довольно часто пел уже в концертах Это самая первая песенка, которая была написана для этого спектакля Дуэт двух главных героев Дело в том, что зубры, понимая, что им сами не справятся Они не могут понять, почему у племени Скорпионов так быстро летят стрелы Они кидают свои копья, они еле-еле летят А на свет летят какие-то стрелы, их разят страшно Просто дело в том, что племя Скорпионов уже изобрело лук Но они этого не знают И племя Скорпионов ловит очень много рыбы Это знают все А у них ничего не ловится Они ходят со строгами, бьют рыбу И ее очень мало А племя Скорпионов изобрело сеть Все очень просто И тогда они решают отправить лазутчика в племя Скорпионов Для того, чтобы этот лазутчик выяснил В чем у них все секреты Почему они так хорошо живут И тогда мы сделаем такие же стрелы Они будут так же быстро летать Наловим рыбу, мы будем сытые И пойдем их побьем Но, естественно, все боятся туда идти И они выдумывают очень простой ход Они решают взять самую красивую девушку Выбрать Это отдельная сцена выбора женщины Самой красивой Которая должна отправиться на болото И быть похищенной Скорпионами Якобы случайно А на самом деле это такой хитрый ход Хитрость всей этой истории И тонкость всей этой пьесы Заключается в гениальном ходе Который придумал Володин Племя Зубров и племя Скорпионов Разговаривают на разных языках То есть для зрителя Они говорят по-русски Но то, что говорит один Не понимает другой То, что говорит этот Не понимает этот Для них это абсолютная Тарабарщина Их языки По задумке автора Даже не похожи Поэтому они должны выбрать Не только самую красивую Но и самую умную Чтобы она поняла без слов Что там происходит И пронесла им все секреты Но все происходит не совсем так Потому что охотник Который ее похитил Скорпион Влюбляется в нее А она После долгих Долгих приключений Которые происходят с ней В течение нескольких недель В новом племени Понимает, что Что нет племени Зубров Нет племени Скорпионов Есть племени Люди И вот это один человек Который любит ее И она любит этого человека Но они не могут сказать Ничего друг другу Потому что они ничего не понимают Надо знать пять слов Там камень Река Рыба Птица И вот потом она уже После этой песни Она узнает слова Лук и стрела Но это случайно происходит И дальше события Развиваются очень стремительно А это Такая кульминация Золотое сечение второго действия Когда После огромного праздника Посвященного Он у них назывался Рыбный день Когда они Наловили очень много рыбы И устроили огромный праздник После танцев Похититель Подбегает К ящерице И говорит А главную героиню Зовут ящерица И говорит ей Мы будем с тобой Неразлучны Как лук И тетива Понимаешь? Она говорит Нет, я не понимаю Понятно И они поют дуэт В котором Они понимают Что им не нужны слова Для того, чтобы они понимают Непонятно Почему весь белый свет Завертелся Кувырком Мир знакомый Полный Полный Маленьких Пример Стал Как будто Незнакомый Все и так И не так Непонятно Что и как Но оно Не так, как прежде Это явно Тайный знак Вероятно Лучше все Вернуть обратно Непонятно Только Как Спят В хрустальном Полумраке Реки Горы И леса И Неведомые Знаки Шлю На Сне Небеса Непонятно Кто хороший Кто злодей Где охотник Где орел Изменился Этот мир Когда в тот день На болото Я забрел Стихла Трель Соловья Не Кусается Змея И Похоже Видим Мы Одно и то же Ты И я Помоги Мне Расскажи Мне Не солги Мне Кто Враги Мне Кто Друзья Ночь Луну За тучку Прячет Звезды Учат Залетать Это Все Чего-то Значит Нужно Просто Прочитать Непонятно Почему Весь мир Затих И Тихонько Стал Иным Неужели Это Только Для Двоих И Неслышно Остальным Вроде Все Как Всегда Тверть По-прежнему Тверда Да И В том Что Происходит Нет Ни пользы Ни вреда Лишь Понятно Что Оно Так Необъятно Что Наверно Навсегда Молочь Бела Как Белый Лебедь С Белой Тучкой На Крыле Как Написано На Нем Так И Будет На Земле И Еще Об Одном Мюзикле Который Имел Прямое Отношение Про него Имеет Смысл Рассказать Чуть Поподробнее Есть Вероятность Того Что Весной Ну В крайнем Случа Осенью Тут Появится Возможность Его здесь Показать Да История Этого Произведения Такова Лет Наверное Семь Назад Это Произошло Театр Мюзикла В Москве Есть Такой Театр Театр Мюзикла Под управлением Михаила Федоровича Шевдкова Они играют Разные музыки В частности У них идет Принцесса Цирка С моим Текстом Театр Мюзикла Заказал Пьесу Для Новогоднего Представления Сказочного По сказке Шарля Перо Золушка Дмитрию Львовичу Быкову Все вы Прекрасно Наверное Знаете Сюжет Мюзикла Золушка Сюжет Сказки Золушка И наверное Прекрасно Знаете Дмитрия Львовича Быкова Вы Наверное Представляете Себе Что Дмитрий Львович Сочинел Да Конечно Я когда Увидел Я подпрыгнул Говорю Дима Можно я Напишу Для этого Музыку Потому что 24 музыкальных номера Один другого Лучше Начиналось Все С дуэта Режиссера И автора Они пели Я когда Прочитал эти стихи Я думаю Я хочу Писать музыку Стихи были Такими Они так и вошли Потом в спектакль Еще советский Был Союзикл Попытки Делались Не раз Но признавали Все Что Мюзикл Не получается У нас Он Получается Кургузикл Высокий Стиль Ему Претит К нему Подвешен Как бы Грузикл И он Ползет А не летит Как рядом с Колей Скромный Тузикл Он представляет Ниши и классы Потому у нас Не мюзикл А сказка С песнями Мы сказку Старую мечтательно Припомним Заточив перо В конце Все будет замечательно Но не совсем Как у перо И там у него Разумеется Все не как у перо Принцесса Ой фу Золушка Не становится принцессой Она не выходит Замуж за принца Потому что принц Отказывается Абсолютным мерзавцем Она Он без Пяти-двенадцать Просто Золушку арестовывает Бросит ее Стражу Чтобы ее арестовали И начинает За ней Чтобы ее привели И вот Оттуда Начинает за ней Ухаживать Ей это не нравится И без пяти-двенадцать Она запускает Му в лоб Туфелькой Таким образом С ней расставаясь Собственно А убегает Она уже без туфлей Ну и в конце Она Естественно Замуж за принца Не выходит А выходит Она же замуж За лесоруба Который работает У ее папы лесника Лесничего И любит ее С детства А им все Деревья помогают Очень сильно Потому что Они Еще очень любят Лесоруба С этого Начинается Спектакль Да Он начинается С канка на деревья В котором Главные слова Такие Деревья любят Когда их рубят Они как раз Для этого растут Мы ждем К себе на помощь Дровосека Хороший дровосек У нас в части Ведь дерево Растет для человека И правда Не для дятла Расти Узнаете Дмитрий Львович Он таков В общем Я закричал Я хочу Это Писать музыку Он говорит Да пишите Я начал Писать Он правда Сказал Что есть Два номера Которые Он настаивает На то Чтобы они Звучали Именно на ту музыку На которую Он имел их В виду Я говорю Какие же Это Говорит Ария Феи Крестной Фея Крестная Прилетает И поет По задумке Быть крестной Матерью Труднее Чем Отцом Серьезный Бизнес Вас Избрал Своим Лицом Ну и так далее А кони Мыши Превратившись В коней Стоят Во втором Действии В стойле И поют Надежный В погоне Быстрый И шустрый Мы Славные Кони Из славной Норы Прислуживать Людям Табу Наш Готов Мы просто Не любим Не любим Не любим Не любим Котов Я написал музыку На остальные 24 номера Или 23 Там сколько их было Их много И побежал В театр мюзикла Прибегаю Говорю Михаил Фимович Я вот музыку написал Клавир написал Все что было хорошо Алексей Игоревич Вы знаете Мы уже заказали музыку Раймонду Паулсу Ну где я Где Паулс Паулс написал музыку Они стали ее ставить У них что-то пошло не так Стало не ставиться Они попросили Быкова переписать Пару номеров Он говорит Я ничего делать не буду Я все сделал У меня там все гениально Ничего потрогать не надо Тогда они попросили Прекрасного поэта И хорошего человека Сергея Плотова Переписать Переписать Там 1-2-3 номера Он переписал 1-2-3-5-7-12-14-23 А потом все ли бред И в результате Вместо Золушки Быкова Ивашенко В театре мюзикла С успехом идет Вот седьмой год Пьеса Все о Золушке Плотова Паулса А нам-то обидно стало Мы говорим Надо что-то с ней сделать же И Быкова пришла в голову Замечательная местная Говорит Леша А давайте играть ее сами Я говорю Как? Ну так Я буду читать А вы петь Я говорю Там в некотором смысле Есть женская роль Без нее нельзя Говорит Ну давайте возьмем кого-нибудь Мы долго думали Как это все сконфигурировать Чтобы это было классно Получилось классно Мы взяли еще троих актеров Две девушки Одного юношу То есть два автора Три актера И три музыканта Всего восемь человек Играют эту пьесу В формате Авторского чтения Паралям С пением песен И незначительными танцами Мы перевоплощаемся Во время Золушки Каждый во всех персонажах Сам Дмитрий Львович Успевает побыть Всеми Всеми персонажами Хотя бы по одной-две реплики Но он как автор За каждого из персонажей Хотя бы одну-две-три реплики читает Поэтому он И даже с сестричками Успевает побывать И Золушкой Сам успевает побывать И лесорубом И королем И даже принцем И это соженферическое зрелище Потому что я Поверьте Дмитрий Львович В качестве актера Это еще шибче Чем Дмитрий Львович В качестве лектора Дмитрий Львович Уже здесь Я вот уже тоже получил Достаточно Надежную визу С помощью которой Могу работать Спокойно здесь Золушка Если Все будет хорошо На следующей неделе Должна здесь появиться Тоже с визой Мы будем Понимать Как у нас Осталось два артиста Вот Потому что в Москве Маловероятно Что мы ее В ближайшее время Покажем А здесь Она правда Она очень хорошая Она очень хорошая Она просто Мы обожаем Золушку В наш каждый раз Когда Золушку Мы играем Мы собираемся Более того Музыканты уже Я же весной выступал Здесь С группой музыкантов И музыканты Вот идеальные Совершенно Классическое Джазовое трио Пианист Барабанщица Гениальная совершенно Девушка Барабанщица И контрбасист Просто Бродвейского уровня Мы с ними Сыграли Четыре концерта Весной И подружились И говорю Ребята Золушку играем Они говорят Легко дноты давайте Они играют Все с листа Потрясающий музыкант Я когда ехал в Америку Очень волновался Как я здесь буду С музыкантами новыми играть Мне Те кто здесь Уже с музыкой Имели дело Они говорят Алексей Не беспокойтесь В Америке Плохих музыкантов Не делают Они оказались Правы Музыканты потрясающие Мы с ними уже Вот буквально На театральном квартирнике Вот одном из этих Театральных квартирников Где я рассказываю О своих Музыкальных работах Мы уже несколько номеров Из Золушки пили А я вам сейчас спою Хор мышей Из первого акта До того Как они превратились В коней Канон Нового года Золушка Крошит им пирожка Они высовываются Из норок Жуют пирожок И поют Когда ты в уютной Вечерней дреме В качалке своей Сидишь Ты просто не знаешь Кто главный в доме А главное в доме Мышь А главное в доме Мышь Это тепло Мышь Это уют Спокойствие в доме То есть И если мышам Колбаски дают Чисто у хозяй Совесть Мы сделаем в дом Ночную уборку И в норку Бегом Свою Много ли съедим мы Ну крошку Ну корку А счастье на всю семью А счастье на всю семью Приятен наш списк Для ваших ушей Давайте же нам Лепешку Хорошие люди Хвосты А наши хвосты Не так уж просты Мы ими метем Как шваброй Чтоб в зимнюю ночь Не слышно помочь Девчонке красивой И храброй Когда ты в уютной В вечерней дреме В качалке своей Сидишь Ты просто не знаешь Кто главный в доме А главная в доме Мышь А главная в доме Мышь А главная в доме А главная в доме Мышь Ну что же Мы приближаемся К смертельным трюкам Самый простой из них Вот Ах как приятно протянуть Свои конечности Свои конечности Свои конечности И пора вздумывать Часок другой о вечности Часок о вечности Другой о вечности Мигая мне фонариком Плывет Боржа По следам Три песка река И два маржа А в двадцати пяти шагах Водица плещется Водица плещется Водица плещется И в темноте Не то кричат Не то берещат Не то зовут меня Не то берещатся Мигая мне Фонариком Плывет Боржа А следом Три песка река И два маржа Потихонечку Боржа 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 Спасибо большое. Следующий смертельный трюк, сидя, мне кажется, не исполнить. Поэтому сейчас я попробую привстать. Потому что... Как вы угадались? Я в метрополитен пустой, проникну легко, и ноль часов часы пробьют. И новый виток начнет с земля, и фотоэлемент меня узнает, и пропустит без педаков. Я слишком часто здесь бываю после нуля, и милиционер-хитрец не тронет меня. Ведь я не хулиган, не пьян, я скромно шагаю по прямой. А то, что я пою немножко громко, это тоже можно понять. Я просто возвращаюсь слишком поздно домой. Вновь вагон завоет, как тромбот, то ли на пересадку манит, то ли просто тихо зимает перед тем, как спать идти. Прямо перед депо меня оставит, и пропадов-то налетят девки в бачке с гербом. Мне почему-то хитрый гляну след, как будто все понимает, и замрет на полпуди. Старый эскалатор вставка, выйду из дверей метро, и выключат свет. Автобус подберет меня в последний ночной маршрут спеша, И словно таракан по темной кухне, по ночной усталой Москве. На четырех колесах проползу я шурша, И свой знакомый ключ найду в углу потаймном. Замок не то, руки узнав, откроется мягко, без шелчка. На цепочках пройду по коридору, и простит меня старый дом, За то, что задержался я сегодня слегка. И снова полон день забот, а вечер забот. Ну, как бы ни звала меня моя бестолковая звезда, Как глупый электрон с любой орбиты, всю энергию растеряв. Я неизменно возвращаюсь только сюда, И я верю, что мой ключ лежит в углу потаймном. Я знаю по шагам меня, замок распознает без труда, Но каждый раз метро в пустом вагоне, я мечтаю лишь об одном. Ах, только бы в этот раз мне не опоздать, Ах, только бы в этот раз мне не опоздать, Ах, только бы в этот раз мне не опоздать. Аплодисменты Дворник Степанов Дерзко метлой мусор погонит прочь И словно ночной копой Из-за угла выду я наступая на лужи И сложит оружие непобедимая зима И вдруг от запаха весны Небо их моет Что-то во мне произойдет внутри И оттолкнувшись от земли Дерзкой ногою Я воспарю метра на два на три Но и не более Чтоб тигрышки не стучало в ушах от давления Но и не менее Поскольку хочется летать И одуревшись от весны В дальние страны Я полечу сквозь небосклон наш море И заглядевшись на минимал Дворник Степанов Спрячет метлу и полетит за мной Да как чего же весь народ Ходит как пьяный Что нас влечет, что нас лишает сна Да просто в куче воробьев Дворник Степанов В небе висит Значит, пришла весна Что за сказочная ночь сегодня выдалась Просто чудо Плюс к известным всем семи Обними меня А мы так давно не виделись Ночь условности Возьми и обними Все планеты на ночной парад Построились Под командованием Под командованием Матушки земли А полночная Светила нас С тобою Осветила Чтоб узнать С тобой друг друга Мы могли Дорог Brewer Это второй Веселый Это Иностранными штанами Розовеет Слава Богу В мире есть такие сплавы Что вообще Не ржавеют Слава Богу В мире есть такие сплавы Что вообще Не ржавеют Не ржавеют Кто же знал Насколько крепко Все завяжется Порой в разлуке год идет за три И, конечно, жизнь не так проста, как кажется А гораздо проще, черт вас поделить Ведь для счастья плюс к известным составляющим Что, конечно же, весьма-весьма важны Выражаясь откровенно, совершенно непременно Друг у друга быть мы все-таки должны Бравый Боже, да чего же мы не виделись давно Но от времени вино не дешевеет Я сказал же, что за мной не заржавеет И оно не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет Я сказал же, что за мной не заржавеет И оно не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет Все планеты чуть из графика не выбились Торопясь на наш сегодняшний парад Обними меня, мы так давно не виделись И давай сюда свой фотоаппарат Вспышка вспыхнет, изобрем в дурацкой позе мы Словно памятник сбывающимся снам Чтобы однажды наши внуки нас нашли бы На фейсбуке и немножко позавидовали нам Скоро время и пространство створят нас без следа Наши пыль ветрогрядущий развеет И останется от нас лишь только то, что никогда Не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет И останется от нас лишь только то, что никогда Не ржавеет, не ржавеет, не ржавеет Спасибо за внимание Спасибо! Ну вот и все, дружок, Пора открыть кингстоны. К добру не привели Проказы на воде. О, сколько ж можно плыть К безмерно удаленной К единственной своей Загадочной звезде. К единственной своей Загадочной звезде. Уже запал не тот, Чтоб курс держать упрямо В семь летрам назад Стремиться в никуда. И очень тяжело Быть ласкою да гамой, Когда во тьме горит Всего одна звезда. Не лучше скромно лечь На дно среди угрюм Глубоководанных рыб Затравленным холостом. Ведь золото лежит На дне в пиратских трюмах, А поверх уплывет Бессмысленный планктон. Так что ж меня влечет К границам небосклона? О чем дерзаюсь я В бреду и наяву? Зачем же я опять К безмерно удаленной В единственной своей Плыву, плыву, плыву. В единственной своей Плыву, плыву, плыву. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, дорогие друзья. Следите за рекламой. Вероятность того, что где-то в районе осени Здесь появится что-то типа Золушки Или есть еще несколько проектов больших, Очень значительных концертов. Но об этом вы, судя по тому, что здесь есть человек, С которым держать связь, Об этом вы узнаете стопроцентно первыми. Поэтому до новых радостных встреч. Спасибо, что пришли. И до свидания.